Я хочу проснуться одного из самых распространенных заболеваний, причем заболевания довольно-таки древние, которые присутствуют в человечестве вообще на протяжении всего развития человечества. Потому что сам Тернинский лес, он был бы дингаленом, это третий век нашей эры. Хотя Гиппократ, это третий век до нашей эры, описывал данное заболевание. То есть оно не взялось ниоткуда, и люди на протяжении той истории, которая до нас как-то доходит, они пытаются бороться. Очень много было предложено различных методов, но победить пока данное заболевание никто не смог. Как и все остальные заболевания, данное заболевание тоже течет волнами. То больше становится этих больных, то меньше. Вот сейчас мы попадаем в тот этап, когда количество этих больных растет, и растет не просто, а растет в геометрической прогрессии. Причин этому очень много. Их однозначно тут не скажешь. И вообще до конца непонятно. Очень много сейчас исследований проводится, и теории, и дискуссии ведет. Часть новосибирских, в частности, ученые, профессор Зайден, говорит, что найдены ген сколиоза. То есть не совсем понятно вообще, почему, откуда, как и что, откуда растут ноги. Хотя вы сами видите количество фамилий, которые стоят под данными картинками. То есть вообще сколиоз считается крестом или раком ортопедии. То есть от данной проблемы сломали свою шею, ну, наверное, все ортопеды, которые реально занимаются, что хирургией, что консервативным лечением. Причем это не только в 20-м и в 21-м веке. Это происходит на протяжении веков. Потому что то или иное обследование, там, то или иной метод лечения со сколиозом у любого ортопеда они связаны. И не только у ортопедов. А вот здесь приведены, если видно, просто экран маленький, здесь приведены высказывания, которые я постарался собрать, которые относятся к сколиозу. Сами видите, очень много высказываний идет из Библии, из Экклезиаста, что как можно выпрямить то, что Бог искривил. То есть, вот то, о чем я говорил... Ну, видите, вот эти высказывания, при которых я говорил. То есть, это говорит о насущности данного заболевания, но остается эта насущность. Вот. И самое страшное, что ведь, по большому счету, до последнего времени не было как бы стройной теории, хотя бы более-менее стройной, откуда и исходя из этого, не зная, как происходит, как данное заболевание течет, исходя из этого метода лечения. Потому что очень много методов лечения предложено, но вот стройной системы, а без этого что-либо сделать, я уже не говорю слово победить, по крайней мере, хоть как-то данное заболевание притормозить, хотя бы остановить развитие. То есть, для того, чтобы с ним бороться, надо и понимание иметь, что это такое есть. Вот. Здесь приведены генологические проявления данного заболевания, но, естественно, последнее, это уже как бы грубая та стадия конечная, до которой доходит. Начальная стадия, которая, как правило, бывает не видна, а дальше по этапам. Вот. И в красном, вы видите, написано, что это самое частое заболевание опорно-двигательного аппарата. Вот. Возраст, когда он встречается, 10-15 лет. Как правило, все равно скелез проявляется раньше, но далеко не всегда диагностируется. А в этом возрасте мы уже видим грубые изменения. Вот. Девчонки поражаются, в отличие от мальчишек. Этот факт, который констатируется уже на протяжении веков. Причем раньше считалось 4 к 1, сейчас уже даже 8 к 1. Объяснение, одно из объяснений, что это связано с нарушениями обменных процессов. Потому что все-таки эти процессы в мужском и женском организме, они протекают со своими особенностями. Вот. И есть еще одно выражение. Но я не беру, что неуплонное прогрессирование заболевания, это тоже самое страшное. Причем скелез поражает независимо. Бобедный, богатый, раса, то есть нет закономерности именно выделенных по этому. А он поражает всех подряд. И никто не знает, кто будет болеть этим заболеванием. И самое главное, прогностические, то есть какая форма. У кого прогрессировать будет, у кого прогрессировать не будет. И вот есть одно выражение, мы потом еще его коснемся. Это моноформность при различных причинах. Вот здесь я хочу привести теорию патогенеза, которая была разработана в Санкт-Петербурге. Я считаю, на настоящий момент это единственная, наверное, строенная система. Почему моноформность? При различных, то есть могут быть различные выходы, но процесс ввести счет в организме по одинаковому сценарию. И сейчас я постараюсь вам это показать и доказать. Ну вот здесь как раз то, о чем я говорил. Что в настоящий момент существует более 300 методов лечения сколиоза. И ни одного из них как бы нету идеального. Вот. Значит, какие недостатки выявлены у этих методов? Что переоценка или неоценка применяемых методов и показания к ним. Отсутствие практической возможности проводить необходимые методы лечения. Назначение методов без объективной аргументации, что очень часто происходит. Нарушение преемственности. Вот это вот самая большая беда. Потому что практически преемственности нет. И больные предоставлены сами себе. И опять вспоминается выражение казния Круткова, что спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. Применение методов лечения, не прошедших официальную сертификацию или являющихся противопоказанным. Ну и там внизу несколько еще высказываний. Сколиоз как заболевание не имеет обратного развития. Ну, это бесспорно. Хотя частично вернуть деформацию, то есть частично ее получить обратное развитие можно. Как само заболевание – нет. Патология не исчезла. Она продолжает свое развитие. Абсолютно верно. Что патология, она внутри. Она идет. Это внутренний дисбаланс. И для пациента имеет значение, по какому сценарию будет он жить – болезни или здоровье. Вот это зависит и от нас, и от пациента. Потому что вопрос мотивации – это, наверное, один из самых насущных вопросов. К великому сожалению, опыт, что у нас, что зарубежный, показывает, что мотивация у пациентов отсутствует. Процентов 85-90 работать не хотят. Тем более та реклама, которая идет сейчас в нашей стране, когда выпил таблетку, сделал укол и все прошло. Это видо на самом деле. Вот здесь показывают те методы, которые еще люди применяли во времена Гиппократа, то есть во времена, в древние времена. Как бы принципы лечения грубого сколиоза, они были еще тогда приведены. Это растяжение и доротация. Другое дело, что при применении тех методов, которые нарисованы здесь, как было описано, что сколиоз-то выгрули. Но больной, к великому сожалению, отправился в мировое. Вот здесь я тоже не просто так привожу вот этот слайд и выделяю то, что написано. Альтернативы хирургическому лечению нет. Это тоже как бы такое относительно, ну как и не относительно, а безоперационное заявление, которое в свое время было сделано Американской ассоциацией ортопедической в 1941 году на основании анализа документов 420 больных. Вот, они сделали выводы, что основная жалоба, она связана с косметическим проявлением, но на самом деле так и есть. Как правило, беспокоит в первую очередь, потому что это девчонки пубертатного периода, беспокоит вид. Консервативное лечение ЛФК эффективно только в 40% случаев. С этим тоже невозможно не согласиться, что одной лечебной физкультурой, к великому сожалению, результата добиться не удается. И как правило, эффективность наиболее лечебной физкультуры отмечается при сколиозе, как правило, первой степени, либо начальной второй степени. И консервативная коррекция малоэффективна. Да, но что подразумевать под словом консервативная коррекция? Исходя из этого, был сделан вывод, что альтернативы хирургическому лечению нет. Что на десятилетия отбросило консервативное лечение сколиоза, потому что как раз в 60-е, 70-е, 80-е годы активно кидались с операциями. Слава Богу, сейчас наелись. Не все, но наелись. Потому что хирургия тоже не решает всех проблем. Она создает еще и новые проблемы. Заболевание-то все равно никуда не уходит. Плюс нарушение функций и многие еще осложнения идут при хирургическом лечении. Я не против хирургии абсолютно. Но для каждого метода лечения должны быть четкие показания. И вот исходя из вышесказанного, возникает вопрос. Как всегда, самый любимый в России вопрос. Кто виноват и что делать? То есть, когда ставить вопрос, когда это действительно фаза лечения диагностическая, то есть, на каком этапе мы можем выжидать и как бы оставлять больных, ничего не делать. Потому что на Западе, допустим, деформация позвоночника до 10 градусов, они вообще не ставят диагноз сколиоз и, в принципе, этими больными не занимаются. У них подход такой, да, руки жесткие. Вы хотите сами чем-то там заниматься, спортом, лечебной физикультурой, ради Бога. Но врачи, как правило, даже этих пациентов не рассматривают, как своих пациентов. И вот беда, что лет 15-14 вот эти больные уже приходят к нам с грубой деформацией. Причем, можно было бы расценивать анекдот, если бы я это уже сотни раз не слышал от родителей. Да вы что, вчера еще ничего не было, а сегодня уже пришли с горбой. Как ни парадоксально, но эта фраза звучит постоянно. Причем данная картина, она характерна не только для нашей страны. То же самое происходит и на Западе. Вот здесь я взял слайд, который вставлял на одном из международных конгрессов известный испанский артопед Багнелл. Вот он в 2011 году, он был в России. Вот здесь показано все то же самое, абсолютно то же самое. Вот смотрите, как бы изображен маленький ребенок, который здесь катается на самокате. А дальше уже взрослые. А вот этот промежуток, ну где-то начиная лет с 5, там с 11, тут и написано, так, золотомная зона. То есть эти пациенты, они брошены, они предоставлены сами себе. То же самое, я не знаю, что-то последние приказы ортопедические слышали по декретированным группам. То есть вот одно время, до последнего, наверное, года, все-таки ортопеды активно смотрели пациентов. До года ортопед должен был 3 раза посмотреть, потом еще в 5 лет, 9 и уже после, в период полового созревания. Сейчас оставили 2 или 3 осмотра ортопеда. Я понимаю, чем это обусловлено, просто детских ортопедов практически уже нет. Ну то есть картина опять будет ухудшаться, ухудшаться и ухудшаться. Ну мы здесь ничего не изменим, поэтому дай бог нам иметь знания для того, чтобы, по крайней мере, говорить на одном языке. И, по крайней мере, когда пациенты к нам обращаются, то, имея эти знания, мы можем дать людям шанс. А это уже немаловольно. По крайней мере, не вредить. Вот. А здесь, на этом слайде, приведена знаменитая кривая Дювал-БРП 70-го года, где видна четкая закономерность, рост ребенка и увеличение деформации. И очень многие ученые, конечно, задумывались, почему это. Искали закономерности. Очень много было теорий, их существовало из начала 20-го, и до этого, и мышечная теория. Я не буду все перечислять, если у кого желание будет, можно открыть классическую литературу, а не перечислить. Ну, вот последняя теория, которая была разработана совместно профессором Дудином, профессором Чичуковым, еще рядом авторов, я не буду называть, вот у нас полгода назад как раз был Арсендиев Алексей Валентинович, он представитель этой школы, и очень хорошо выступал с данным докладом. Ну, я позволю себе повторюсь, просто ссылаюсь на авторов на школу, на данную. Значит, в 70-е годы в институте Турнера профессор Гайваранский, обрабатывая рентгенограмму позвоночника, пришел к интересной закономерности, что у детей со сколиозом размер тела позвонков грудного отдела, ну, в частности, он рассматривал 10-й грудной позвонок, он отличается от размера у детей в норме. И после этого он обработал довольно-таки большое количество рентгенограмм, чтобы действительно этот материал подтвердить. Вот, и вы на кривой как раз хорошо видите, что вот размер тела позвонка 10-го у детей со сколиозом, и у детей в норме. Почему это происходит? Опять же, он проводил и ряд экспериментальных работ на кроликах, на рыбах, я не буду как-то все это дело говорить, потому что это очень интересная, большая работа. И одним из выводов, что поражение со стороны не этой системы было. Вот, и как раз профессор Дудин с остальными учеными, они попытались у себя все-таки найти определенные закономерности, и начали всесторонне изучать и смотреть, что же является первой причиной, что является пусковым механизмом, что заставляет наш позвоночный столб деформироваться, почему это происходит. Вот, в частности, они посмотрели состояние нервной системы, я как бы не все, но выборочно беру. Вот, проводилось глубокое корректирование по электроцеполограмме. Вот в данном случае вы видите слайд, где приведено к состоянию связи в мозге у здоровых детей. А вот то, что творится у пациентов со сколиозом. Видите разницу? Вот тоже самое ядро на ЭГЭ идет, значит, головного мозга. Это в норме. А вот с прогрессирующим сколиозом. То есть, картина совершенно разная. Просто вот сегодня очень много антитрофанно говорило про работу мышц. Вот как раз подтверждение-то и идет. Другое дело, что как бы извечный спор, что первично, что вторично. Ну, не будем сейчас даваться в эту политику, по крайней мере, подтверждение здесь идет. Одно другое подтверждает, одно не против другого. Значит, тоже было и изучено состояние спинного мозга, что идут нарушения и со стороны проводящих путей. Вся нервная система в той или иной степени она страдает. Опять повторяю, причина, почему пока на эти вопросы ответить никто не может. Это опять повторение по электромиографии, причем исследования проводились, потому что раньше очень много уделялось мышцам на выпуклой стороне, то есть на сторонах горпа, на воклой стороне. Что изменения идут, за счет чего? Сами ли мышцы сострадают, либо проводящие пути. А это при тоже изменении состояния спинного мозга по методам тепловизионно-темографическим. Тоже видите отклонения у детей в норме и у детей со сколиозом. Вот, был изучен гормональный статус, в частности были изучены основные остеотропные гормоны. Это кальцеталин, паратериагин, соматотропин и кортизол. И тоже были получены очень интересные закономерности. Вот, красным выделено, последний график у нас, это у детей со сколиозом, где мы видим, что преобладает соматотропин и кальцеталин. А паратериагин и кортизол, они как раз снижены. А при непрогрессирующей форме, картина обратная, когда кортизол, в верхней границе норма, и парат гормон, а соматотропный гормон и кальцеталин, они снижены. Это тоже нам позволяет, как бы, одно из диагностических мероприятий, которое позволяет нам оценить состояние больного и, исходя из этого, применять лечебную таблицу. И вот, исходя из этого, они, как бы, здесь привели вот эту вот картинку, на которой показаны основные участники патогенеза сколиоза. По сути дела, вы сами видите, это весь организм. Это наши директивные системы, обменная и нервная. И никуда мы от этого не денемся. И вот они такую аллегорию сделали, что их свою работу они сравнили с тем, что как будто они взяли кучу пазлов. И из этой кучи пазлов они попытались составить, как бы, стройную картинку. И в результате получилось две основных картинки. Вот. То есть, получилось так называемый классический сколиоз, идиопатический, это сколиоз моделей. Вот. И вторая картинка. Это кифосколиоз, либо вот тут старик хорошо изображен. Вот. А вот это уже на регене хорошо показано. Первое. Когда рост у нас переднего отдела, то есть рост самого позвоночника, он запаздывает по сравнению с ростом спинного мозга. А вот при классическом идиопатическом сколиозе картина получается обратная. Ред, рост переднего отдела, то есть рост позвоночника, он начинает опережать рост спинного мозга. И, исходя из этого, как бы сложилось две картинки. Вот то, о чем я вам говорил. Это типичный и атипичный сколиоз. При типичном сколиозе боковое искривление чаще, оно правостороннее бывает, это классическое. Если он идет С-образный, то есть одно дужный, хотя на самом деле он как-то трехдужный уже по классификации идет, то там основная дуга у нас правосторонняя. Если он идет С-образный в виде латинской буквы С, либо четырехдужный уже по классификации зарубежный, то там правостороннее грудное, а левостороннее поясничное. И при этом идет лордозирование, гиперлордоз в поясничном отделе. Вот этот сколиоз, как правило, самый коварный, потому что он прогрессирующий. И атипичный сколиоз. По соотношению где-то идет 85% типичного и 15% атипичного. Там преобладает как раз кифозирование. Хотя вот хоть и написано, что доброкачественное течение, да, не так часто у нас патологический кифоз усиливается, но все равно, если мы берем классическую болезнь Шерман-Мау, это тоже особо доброкачественное. То есть не сказать, что это лучше, чем классический лорд. То есть здесь уже как бы хрен редкий он не слаще. И вот исходя из этого, было дано определение, что же такое идиопатический сколиоз. Это компенсаторная реакция организма на несопряженный избыточный рост костного позвоночного столба относительно продольного роста спинного мозга. И здесь вы видите, выделены три причины. Гормональная, когда избыточный синтез гормона роста и кальцитонина. И недостаточный синтез кортизола и паратериодина. И при этом идет наружение синтеза мелатонина. Это высокие темпы продольного роста костного позвоночного столба. То есть он опережает рост спинного мозга. Дальше спинальное. Это функциональные органические наружения в структуре спинного мозга. Это задержка продольного роста. То есть опять то, о чем мы с вами говорим. На каком уровне? Либо центральное, где идет десинхронизация. Выделить в чистом виде ту или иную причину, вы сами понимаете, это нереально. Есть причина, которая преобладает. А соответственно остальные в той или иной степени они все равно присутствуют. Вот что такое сколиоз. Потому что к великому сожалению до сих пор многих врачей бытует мнение. Сколиоз и дикорта обеду. Ты подумаешь, там кости искривились. И люди не хотят задумываться. Почему? Отчего? И исходя из этого и лечения, исходя из этого вот та картина с темной зоной, которую я вам уговорил. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!